Вместо декларации об идейном политическом самоопределении «Россия — великая страна». В этом переходе в ларьке с дешевой бижутерией работала дальняя знакомая моего недолгого любовника. Однажды мы шли здесь вместе с ним, и он остановился поболтать о новой мишере, выставленной на продажу, о способах сбросить вес, о здоровье мамы. Я не запомнил ее лица, не запомнил имени. Саша ушел от меня, растолстел, женился. Я хотел бы знать, осталась ли она в живых после того взрыва в туннеле на Садовом кольце, где в самом начале нынешней эпохи ненароком затянула под гусеницы танка еврейского мальчика, писавшего плохие стихи. На заднем сиденье случайной Волги, пропавшей скверными сигаретами, моя спутница, звездная барышня глянцевых журналов, рассказывает, что производителям куклы Барби, 40 лет стоявшим на страже семейных ценностей, пришлось, наконец, выпустить новую коллекцию недвусмысленно эротического толка. От ее короткой прозы, изредка публикуемой в интернете, дважды или трижды мне хотелось бросить все, что я делаю, а вместо этого каждый вечер встречать с работы готовым ужином моего любимого, потому что он однажды умрет. Правые газеты считают, что именно она, плюс еще двое-трое поэтов, наших общих друзей, растлевают продвинутую молодежь заразой либерализма. В молодежном кафе, принадлежащем модной сети, чьи владельцы недавно попали на бабки, так что им пришлось открыть новую точку, не дожидаясь отделочных работ, а многие посетители думают, что так и надо. Толком не ловят мобильник. И то и дело, надо выскакивать из подвала ко входу, чтобы проверить, не прислала я малышу смс-ку. Я не пью пиво, поэтому мне здесь не очень уютно, но я сел напротив лестницы и вижу, как точно так же временами выбегают наверх две девушки и парень с грыдами. Если ты разлюбишь меня, мой рыжий мальчик, я не умру. То есть умру, но не от этого и не сразу. А пока я просто один из тех, кому есть зачем выбираться из-под земли под низкое небо, набирающее силу зимы.